У нас сегодня пойдет разговор вот о чем. Вспоминай, на PHP уровень 2 на курсе, те, кто был, помнят, что мы разговаривали и вели разговор о функциях для работы с файловой системой. Например, вот такие. Например, которые потом можно было читать. Далее на курсе PHP уровень 3. Мы с вами опять вспомнили эти функции и выяснили, что на самом деле это не просто работа с файлами. То есть то, что мы подразумеваем файлы, имеется в виду какие-то текстовые. А это работа с любым каким-либо ресурсом. То есть на самом деле это не столько файловые, сколько функции для работы с потоками. То есть когда мы пишем fopen, PHP открывает поток, в который, соответственно, поступают какие-то последовательности данных, которые можно читать, можно в него писать, можно передвигаться по этому делу. Но также мы выяснили интересную вещь, какого плана. Что на самом-то деле, поскольку ресурсы бывают разные, то для того, чтобы правильно соединиться, скажем так, с этим ресурсом, установить, открыть этот поток. Для этого PHP должен знать, что это за ресурс и как с ним работать, какие данные послать в начале, какие данные послать в конце и так далее. И когда мы пишем просто имя файла, на самом деле, что иное, как если бы мы написали вот так. То есть PHP для того, чтобы открыть этот самый поток, ему нужно, собственно говоря, две вещи. Ему нужна вот эта часть, и очень часто называют протоколом, ну более грамотная эта схема называется, или на сленговом выражении в раппер, то есть обертка так называемая. Вот, какая-то обертка, и соответственно, соответственно, здесь может быть, если здесь вот такое, оно же по умолчанию, соответственно, PHP знает, что это работа с текстовым файлом, который где-то находится здесь. Если здесь, например, находится HTTP, PHP знает, что такое HTTP, да, то есть он знает как, что надо поставить, чтобы получить. Какую последовательность, ну и так далее. Соответственно, здесь может быть HTTP, HTTPS и так далее. Но понятно, что PHP не всеведущий. Невозможно знать обо всем. В конце концов, может что-то появиться. Вот, например, там завтра что-то появилось, и нам надо использовать. Правильно? Да, PHP еще не знает об этом. Правильно? Вот. Соответственно, что произойдет? То есть, что произойдет, если мы сейчас напишем вот такую, предположим, схему, да, такую обертку, например, открой-ка мне вот, используя ABC, да. Если мы сейчас запустим, то мы получим фактически достаточно прогнозируемую ошибку, warning, где он четко и пишет, что я, говорит, не знаю, видите, да. Я, говорит, не знаю, что такое ABC. Вот он как раз используется здесь, этот такой сленговый выражение в раппер, да, я не знаю, что такое обертка ABC. Видите, ты, говорит, не забыл мне об этом рассказать? С твоей точки зрения я, по идее, должен знать, правда, да, что это... Что это такое? Вот. То есть, мы приходим к чему? Мы приходим к ситуации, в которой, а, вполне возможно, нам нужно использовать какую-то обертку, о которой PHP не знает, б, нам захочется какую-то свою, да, для личных нужд свою приватную обертку написать, да. А переназвать можно? А? Переназвать можно, то есть, наберку правил, а, например, там, сопрощенную обертку. Кстати, да, да, переназвать уже имеющуюся, да, или сделать очень простую вещь, ну, вот как раз то, что я сейчас, так сказать, буду показывать. Я хочу, условно говоря, представьте себе, представьте себе, что у нас есть какой-то функционал стандартный от такого плана, да, fopen, там, fread, что-то там такое происходит. И понятно, что мы сюда бросаем, бросаем разные пути, да, для разных ресурсов. И нам хотелось бы, нам хотелось бы сделать свою обертку под названием, например, транслит. Актуально, да, для нашего языка. То есть, что я хочу? Я хочу, чтобы подсовывать PHP файл на русском языке, а он мне, fread, возвращает преобразованный файл в транслитерацию. Удобно, правда, да? Можно, конечно, свои функции какие-то оберточные, да, но это уже нестандартно, правда? Да, мне хотелось бы, чтобы это работало так же, как fcp, так же, как ftp, так же, как файл. Подбросил сюда, и он понял, что ему надо делать. Он понял, что ему надо делать. Вот, соответственно, как это происходит? Как это происходит? Для того, чтобы мы могли вот таким вот образом написать свою обертку, для этих целей нам нужно описать специальный класс, в котором указать определенное количество определенных методов. Имена методов служебные, то есть, именно эти методы будет искать PHP, когда будет, соответственно, заниматься тем, что мы его попросим. Ну, поскольку у нас здесь возникает понятие класса, понятно, мы вторгаемся в зону tp, то лучше всего, конечно, начать, если бы мы делали, наверное, с определения неких интерфейсов. Тем более, здесь это удобно. Итак, естественно, с интерфейсами лучше делать маленькие интерфейсы, чем один большой какой-то класс. Ну, зачем все пихать в одно? При необходимости мы можем реализовать тот или иной интерфейс, правильно? Передо мной сейчас стоит задача, передо мной стоит сейчас задача написать собственный ридер. Мы будем говорить о чтении. Соответственно, я создам вот такого плана интерфейс. Понятно, это мое имя, я его придумал название. Но здесь я определю несколько методов, которые, понятно, должны потом быть реализованы. Вот, со служебными названиями, да, это название служебные. То есть это не я их придумываю, они такие должны быть. Именно их PHP сам вызывает. Первый метод, первый метод должен называться stream.open. Stream.open. Он должен принимать как минимум два параметра. На самом деле, там их может быть больше. Мы сейчас рассматриваем минимум. Вот, и возвращает он значение булева типа. То есть, что это означает? Это означает, что когда мы потом опишем уже в классе этот метод, когда мы будем говорить fopen, вот это дело, PHP будет искать вот этот метод с таким именем. И будет, соответственно, первый параметр, мы догадываемся, да, передавать сюда. Второй параметр передавать куда? Сюда. Так. Вот. Таким образом, да. Еще раз, там больше, вы помните, что fopen, он принимает больше параметров. Соответственно, мы их можем переписать, но в нашем случае нам хватает двух. Второй метод, который мы сейчас должны описать, мы захотим читать. Правильно? fread. Правильно? Когда мы вызовем fread, PHP будет искать служебный метод, который называется streamread. Streamread, в который мы должны передать, то есть он сам передаст, понятно. Мы должны определить целочисленную переменную. Нетрудно догадаться, что это такое будет. Это будет вот это число, количество байт, да, которые должны быть зачитаны. Должны быть зачитаны. Возвращать, понятно, логика подсказывает, что возвращаться должно, должна строка. Ну, понятно, да, байт. Далее. Когда это идет чтение, то чтение ведется до конца потока. Вы помните, у нас есть мы, к слову, да, иногда даже, когда мы хотим в цикле, например, зачитать, да. Если, например, мы поба этого хотим, да, мы можем написать так, пока мы не достигли f.eo.f. Помните, есть такая, да, функция end of file, которая trueful. Вот когда он будет либо сам вызывать, либо мы явно будем ее вызывать, то на самом деле нам нужно для этого описать метод, который будет называться stream.eo.f. End of file, да, он ничего не принимает и возвращает значение булета типа. Ну и, наконец, f.close. Мы будем, естественно, делать f.close, правда, да? Вот таким вот образом будем писать f.close. Нетрудно догадаться, что если у нас есть stream.open, то у нас должен быть и stream.close. Тоже без параметров возвращает, должен возвращать булета значение, да. То есть мы написали интерфейс, то есть все это служебное. Еще раз, это название служебное, мы их не можем менять. Эти параметры тоже обязаны быть именно такого типа, да, то есть либо приниматься, либо возвращаться, то есть все как положено. Теперь, что делать теперь? Это мы написали себе интерфейс, это только читалка, да, мы читали. Теперь нам нужно описать наш класс. Класс. Ну, давайте его назовем stream.translate. 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 И, естественно, мы реализуем stream.reader, да. Пока мы реализуем stream.reader. Вот так. Значит, здесь что нам понадобится, да? Что нам понадобится? Во-первых, конечно, друзья мои, конечно, нам понадобится... Я вот сейчас так скопи-пачу все это дело. Естественно, реализовать все эти функции, правда? То есть метод, да? Пока в данный момент мы их, чтобы у нас не было ошибок, мы их сделаем пустыми. Главное, что мы видим, что они у нас все здесь есть. Правильно, да? Вот. Но нам потребуется несколько свойств. Ну, в частности, обратите внимание, когда к нам будет приходить вот в таком виде паф, это как бы не настоящий паф, это фейковый, да, паф. То нам нужно будет его преобразовать в настоящий, в реальный, да? Поэтому давайте мы сделаем что? Опишем свойства. Причем мы все будем приватить, поскольку не надо выносить наружу, чего не надо. RealPath назовем private. RealPath, то есть это наш преобразованный. Потом у нас будет, естественно, дескриптор потока, тоже приватный, им нечего делать вовне, так? Потом сделаем также приватную константу. Scheme, да, назовем ее. Это, чтобы легче было, это не что иное, как наш врапер, да? У нас будет такой транслит, двоеточие, слайд, слайд. Ну, вы знаете, я большой поклонник константов и вообще неизменяемых значений, те, кто знает. Поэтому если что-то не изменяется, то я предпочитаю использовать константу. Вот, наконец, нам нужен словарь. Нам нужен словарь преобразования. А в А, Б в Б, да, В, В и так далее. Ну, тут два варианта, куда его запихнуть. Технически словарь у меня, понятно, чтобы не тратить время. Вот он у меня уже есть. Он у меня в виде массива. Ну, видите, да, вместо русской буквы F такой, такая, ну и так далее. Я тут на ходу, наверное, накидал. Тут вопрос, куда его воткнуть. Куда его воткнуть. Технически, обратите внимание, когда мы будем, когда мы будем дергать Fopen, то будет создаваться экземпляр нашего класса Stream Translate. То есть, если у нас, если мы сейчас опишем конструктор, то у нас будет вызываться этот конструктор. Поэтому, в принципе, можно как раз создание, да, объявление, определение этого словаря запихнуть в конструктор. С другой стороны, опять же, поскольку этот словарь я не планирую менять по ходу дела, то я, с вашего позволения, обойдусь без конструктора. Но, на всякий случай, учтите, что конструктор может быть, если он будет вызываться при Fopen. Я, опять же, сделаю все очень просто. Опять сооружу константу, назову ее dict и просто впихну сюда этот словарь. Ну, еще раз говорю, это вопрос философский. В конструкторе его определять или здесь? Ну, я его определяю здесь. Потом можно перенести в конструктор. Это уже дело, скажем так, вкуса. Окей. Так. Далее. Далее теперь мы делаем следующую вещь. Описываем Open. Да? Описываем Open. Значит, что нам нужно здесь сделать темп? Здесь мы, во-первых, нам нужно получить настоящий путь. Наш, да? Каким-то образом. Вот здесь мы его получим. Правильно? RealPath. И обратите внимание, эта функция, этот метод, это не что иное, как обвязка над Fopen. То есть Fopen, он никуда не делся. Именно так. This realPath. Вот, realPath, да. Ну и здесь mod. Ну, технически можно даже проигнорировать это дело, потому что мы все равно собираемся его читать. Поэтому можно принудительно установить в R. Например. Это может быть просто еще есть, но T и B. Да, да, да. Поэтому я ставлю. Поэтому, да, вдруг. Да, да. Нет. Ну, у меня все-таки мы, я ведь затачиваю это не под универсальный, да. Это класс, который будет заниматься вполне себе конкретной телом. Какой? Я напишу приватный метод, который назову makePath. пафф. Дело в том, что он мне может понадобиться неоднократно. Мы просто сюда будем пробрасывать тот пафф, который пришел, а возвращать он будет что? Мы просто-напросто вырежем, да, вырежем из паффа вот этот наш транслит. Stirlend self. Можно было, кстати, не вычислять, да. Можно было сразу здесь, собственно говоря. Тут, наверное, даже не столько схем нужна, сколько ее длина. Но это не суть важна. И вот таким вот образом мы его впихнем сюда, да. Только стринку берем. То есть, смотрим за логикой, да, когда мы здесь в коде у нас вызываться будет fopen, этот параметр идет сюда. Ну, режим, понятно, идет сюда. Здесь мы преобразуем из этого в обычный вот такой вещь, текст.txt, да, и открываем, да, fopen, как простой текстовый файл, понятно, возвращает труд. Ну, технически мы, по идее, ну, давайте, технически мы должны, естественно, проследить успешность и вернуть false в случае неуспеха, да. Вот, поэтому, ну, да, 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 да. Ну, мы, поскольку у нас, так сказать, учебный процесс, да, я по минимуму писанину, чтобы было все-таки больше понятно. Теперь переходим к стрим-риду. Далее, когда мы говорим рид, да, что-то читаем. Ну, здесь, на самом деле, главная логика нашей вот этой ситуации, значит, стрим-рид, что мы делаем? Мы соорудим промежуточную переменную такого плана, поскольку у меня, опять же, в учебном процессе вы видите, что у меня все в нижнем регистре, да, поэтому мы будем приводить все в нижний регистр, в нижний регистр. Вот, значит, f-read, f-read. Здесь у нас, соответственно, дескриптор встроенный. Обратите внимание, вот он пошел, count, который, да, передаст сам. Вот он, он придет отсюда. Это второй параметр, сюда вернется. Count. Вот, что мы делаем далее? Ну, далее мы уже здесь стандартная вещь. Давайте вычислим длину этого дела. Это наша строка, которую мы будем возвращать, которую мы будем возвращать, да? Ну, мы сразу напишем return out, чтобы было понятно. То есть это начало нашего момента, это конец. Это строка, которая будет возвращаться. Вот, здесь мы сооружаем классический for, в котором никаких новшеств нет вообще. То есть все как положено, меньше, чего у нас там. Lend. Здесь у нас I. Все хорошо, да? Что мы делаем здесь? У нас, смотрите, у нас в тексте могут быть не только русские, правда, буквы, но и английские. Ну, в частности, в частности с этим самым... Знаки припинания те же самые, правильно, да? То есть нам нужно сделать просто-напросто что? Нам нужно сделать просто-напросто что? Проверить, да? Банально. Иссет. Если у нас в нашем словаре... Если в нашем словаре, который является, к слову, массивом, да? Есть вот этот символ. Есть вот этот символ, да? То мы, соответственно, его преобразуем. Out, конкатенируем, да? Конкатенируем мы его... А, вот так, да. Главное не запутаться, да? Конкатенируем. Else. Else. Если его нет, то мы просто выбираем туда то, что есть. Да? То есть просто выбираем то, что есть. Вот так. Вот таким образом. Вот. Логика такая вот. Не. Вот. Таким вот образом. Так. Теперь. Значит, EOF. EOF очень просто. Мы здесь банально должны вернуть непосредственно F EOF. Передав туда F F стрела. Ой, извините. This стрела FP. Оно так и есть. Ну и нетрудно догадаться, что здесь. Что здесь. F close. F close. Опять же. This F P. F close. В чем в труле. Да. F close. F close. F close. А? F close возвращает либо F close. Соответственно, можно поставить. Ну да. Ну я тут варьирую. Такие и такие. Можно так. Можно так. Да. Здесь поступают сразу вопросы After Replace Господи, Боже мой, друзья мои Те странные, да? Если бы я назвал переменную А Спросили бы, почему не Б Если бы я назвал Б, почему не А Понятно, что есть очень много всего Есть много функций Можно делать так, можно делать так Куда палец у меня На какую клавишу упал Так и продолжается, понимаете, да? Можно так, пожалуйста Это же один из вариантов Вы прекрасно знаете, что одно и то же Можно сделать массовые способы Я вот хочу, например, так Мне нравится так Здесь еще один вопрос Вопрос по поводу Поскольку у нас Reader Почему бы не сделать Вот здесь Вот этот мод По умолчанию Вот таким вот образом R Дело в том, друзья мои Дело в том Почему вот здесь Не сделать R Технически можно Но Оно ничего не даст Почему? Дело в том, что Fopen Требует Второго параметра Понимаете, в чем дело? Если мы Не укажем Здесь Вот этот параметр Мы получим ошибку И ошибку Не ту То есть То есть Вот до этого Дела Еще не дойдет То есть PHP Обнаружит ошибку На уровне Вот этого Fopen И отрапортует О том, что ты Режим не передал Поэтому Хотим мы или не хотим Режим все равно Придется передавать Да? Потому что он здесь Светится как Необходимый И обязательный Например Таким вот Образом Так Например Вот Теперь Обратите внимание Да Мы описали Наш Ну вот это Вот я сейчас Сверну слегка Да Вот так Итак Мы описали Наш класс В котором Реализовали Необходимые Нам Методы Которые Опять же Мы Указали Для удобства В интерфейсе Плюс Вспомогательный Метод MakePack Описали Да? Вот Но Этого мало Теперь Смотрите PHP все равно Не при делах Да? Он ничего не знает Поэтому Теперь нам Нужно Зарегистрировать Это дело Да? То есть Нам нужно Теперь Указать PHP Указать PHP Что Есть Что То есть Для этого У нас Мы вызываем Функцию Которая Называется Strip Враппер Регистр Видите У нее такое Название Зарегистрируй И Указываем Сначала Наш Схему То есть Враппер Транслит Транслит И вторым Параметром Указываем Имя Класса Который За это Дело Отвечает То есть Это Вот этот Наш Класс То есть Когда Пойдет Обращение С помощью Вот этого Враппера Все Всю нужную Информацию Ты Черпаешь Вот В этом Классе То есть На этом Этапе Он создает Экземпляр Этого Класса И Начинает Уже Танцевать Фактически Да Это похоже На то Как мы Еще На первом Курсе В конце Говорили О Нашем Пользовательском Обработчике Ошибки Когда Все Перенаправляет Когда мы Переопределили И все Направляется Туда Именно так Идеология Абсолютно Та же Самая Нет Нет Это Время Жизни Кода Именно так Вот Теперь У меня Здесь Есть Файл Вот он Тест ТХТ Я его Приготовил Вот он Видите Написано Привет Всем Это Тестовый Текст Конвертации Русского В Транслит Вот таким Образом Вот мы Сейчас Попробуем И Ввести Текст ТХТ Он у меня Называется Ф Ф Ф Мы открываем Ф Ф Вроде Как Читаем Ф Ф Ф Пробуем Запустить Пробуем Запустить Ага Видите Таким образом Куда Нет Ф Ф Ф Ф Принимаем Нет Он Отдельно Он Не относится К Функция Полезняшка Вот так Однако Если мы Сейчас Запустим Это Дело То Мы Увидим Что у Нас Проблема Возникла Возникла И Он Говорит Друг Мой В твоем Классе Не Реализован Мета URL Стат То есть Для того Чтобы Работал Файл Сайз Должен Быть Реализован URL Стат Правильно Вот Что мы Сделаем С вами Мы Сделаем Следующую Вить Чтобы Не лезть В этот Интерфейс Мы Создадим Еще Один Интерфейс Правильно Да Например Назовем Его Ин Интерфейс Интерфейс Назовем Его Stream Например Sizing Который Позволяет Использовать File Sizing Да То есть Все Кому что надо Все Все по кирпичикам Кому что надо И так далее Значит Он нам подсказывает Обратите внимание Да Он нам подсказывает Что здесь У нас Должна Быть Реализована Функция То есть Метод Некий URL Stat Да Который Конечно же Принимает Паф Паф А вернуть Он должен Массив На самом деле Да С информацией Ага Вот мы Вот Описали Соответственно Добавляем Его сюда Stream Sizable То есть Теперь у нас Два интерфейса Реализуются И понятно Нам нужно Описать Этот самый Этот самый URL Stat URL Stat На самом На самом деле Это тоже Мы понимаем Обертка Это обертка Над Чем То Над чем И если мы посмотрим Если мы посмотрим Сюда То мы увидим Что После После Предупреждения О том Что В нашем Классе Не реализован URL Stat Мы увидим Что Видите Да Он не может Видите Использовать Некий Метод Stat Это как раз И есть То Самое То есть То есть Метод URL Stat Это обертка Над Методом Stat Который Как раз Возвращает Массив Вот Мы здесь Естественно Делаем Опять Make Make Path Make Path Пробрасывая туда Наш Path Вот это Обратите внимание Да Это ответ На вопрос Почему Я Почему Я Разбор Вот этого Реального RealPath Сделал Не здесь А Вынес В отдельный Метод Да Почему Дело в том Что Файл Сайз Он К F Open Отношений Не имеет То есть Когда Будет Вызывал На файл Сайзе Будет URL Stat Вызываться И к тому Моменту F Open Может еще Не быть То есть В нашем Случае Поскольку Я сначала Делаю F Open То он Вроде Как Есть Да Файл Сайз же Он Это Самостоятельная Как бы Единица Да Вот При этом Не вызывается Например Stream Open Поэтому Нам Здесь Приходится Индивидуально Разруливать Вот Эту Ситуацию Вот Для Сайза Мы Описали Пробуем Запустить Что-то Что-то У нас Здесь Не Пошло Сейчас Посмотрим Что У нас Не Пошло А Да Я Стринг Слегка Убрал Да Все Вот Пожалуйста Мы Все Отработало То есть В нашем Случае В нашем Случае Пожалуйста Еще раз Отработал Тот же Самый Фраг Да И уже С файл Сайзом Вот Ну и так далее Да Таким образом Мы можем Наращивать Очень Много Ну например Давайте Давайте Попробуем Вот какую Еще Вещь Так Какую Еще Мы Вещь Попробуем Вы Помните Что у Нас Кроме Этого Есть Кроме Fopen Да Там что-то Прогутились Fread У нас Есть Масса Функций Для Прямой Работы Для Прямой Работы С файлами Да Например Я могу Захотеть Вызвать Файл GetContents Правда Файл GetContents Вот так Файл GetContents Да Да Проблема Друзья мои Да Проблема Мы Мы Опять Получим Проблему Почему Потому что Если Мы Сейчас Завернем То Нам Скажут Что Уважаемый А для Того Чтобы Могли Вот эти Функции Для Прямой Работы С файлами Работать Такие Как Файл GetContents Файл И прочее Прочее Для Этого Тебе Нужно Реализовать Метод Под Названием Stream Стат Мы Скажем Хорошо Хорошо Давайте Сделаем Еще Один Интерфейс Почему Нам Нет Давайте Сделаем Интерфейс Вот Назовем Его Как Нибудь Например Readable Пусть Будет Stream Readable Например Опять Вот Видите У вас Давай Напихаем Всего Одну Король А Зачем А Пусть Каждый Это Хорошо Когда Кирпичики Каждый Подключит То Что Ему Надо Понимаете В чем Дело Зачем Сразу Кому Может Это Не Надо Зачем Лишний Код Лишнее Все Понимаете Это Не Есть Бук Вот Поэтому Вот Лучше Лучше Все По Чуть Чуть Лучше Много Интерфейсов Хороших И разных Чем Один Большой Как Функции Конечно Конечно Мы об этом Говорим Безусловно Вот Вот таким Вот образом Да Вот так Тыг Тыг Так Теперь Естественно Мы что Делаем Мы берем Это Да Стоп Естественно Это у нас Называется Не URL Стат А это Называется Stream Стат Да Это у меня Сейчас И она Ничего На самом Деле Stream Стат Ничего Не принимает Да Ничего Не принимает Возвращает Она Stream Стат Она возвращает Mother Массив Массив С Данными Да Вот Теперь Идем сюда Идем сюда И описываем Это Обертка То есть Stream Стат Обертка На Почти Вот точно Такая Ж Обратите внимание Как URL Стат Только Функция Называется F Стат Вот таким Вот образом F Стат Вот И так далее Да То есть Мы сейчас Берем Запускаем Опять У нас Что-то Не то Я где-то Мэйк Паф У 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 А Извините 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 Здесь Видите Как называется Синдром Капипаста Да Вот FP Да Поскольку Это Поскольку File Get Contents Это Обертка Фактически Над F Open Да То К моменту Ее вызова То есть Вызывается Сначала Как и положено То А потом Уже Вот Это Я забыл Естественно Переопределить Вот И мы Опять же Обратите Внимание Получаем Все То же Самое Правильно Да Мало Того Stream Стат Нам даст Еще Что Мы можем Спокойно Вызвать Функцию Какую Файл Который Нам возвращает Массив У нас там Ровно Одна строка Но тем не менее Вы это увидите Да Это тоже Поскольку Поскольку Файл Файл Get Contents Это все Обертки В свою Очередь Вот Над F Open Да То нам Достаточно Дописать Только Stream Start И Обратите Внимание У нас Все Вот И вот Мы Пожалуйста Здесь нам Вернулась Строка А здесь Нам вернулся Массив Как и положено Да С этой же Самой Строкой Вот таким Понятно Обратите Внимание Вот мы Так Легко Может быть Не идеально Скажем так Ну к идеалу Мы не стремимся Вот Описали Собственный Вракер Постепенно Добавляя Те или иные Интерфейсы Которые Нам Нужны Здесь На самом Деле Как всегда Естественно Обратите Внимание Да Надо Тщательно Смотреть И тщательно Тестировать Да Тщательно Это все Делать Почему Потому что На самом Деле Вот Обратите Внимание У меня Вернулся Абсолютно Полностью Текст Который Там Был Да Почему Так Произошло Потому что Все буквы Которые Здесь Есть Обратите Внимание В моем Словаре К К Л И так Далее Однако Обратите Внимание В моем Словаре Есть Например Ю Которая Заменяется На Две Буквы Я На Две Буквы Щ Вообще На Три Символа Понимаете Да То есть Смотрите Внимательно Байт Заменяется На Два И На Три Байт К Чему Это Я А К Тому Я Это Говорю Вот К Что Смотрите Если У меня Здесь Смотрите Это Тестер Вот Давайте Я Такую Вечь Напишу Я З К Язы К И Даже Здесь Напишу Сейчас Например Пре Образование Вы Обратили Внимание Что У меня Появилась Здесь Буква Я И Здесь Буква Я Которые В результате Вернут На два Байта Больше Теперь Да К Чему Это Это Я Веду К Тому Что Вот В нашем Случае С Транслитом Нам Не Очень Удобно Использовать Вот Этот Самый В нашей Именно В нашей Вот Этой Ситуации Да Именно Что Неудобно Использовать Файл Сайт Да Почему Обратите Внимание Что У нас Сейчас Произойдет Да Да Обратите Внимание Что У меня Пришло У меня Пришло Транслит Обрезалось Что Обрезалось Т И Точка Да Почему Потому Что Когда Мы Вызвали Вот Здесь Файл Сайз Этот Файл Сайз Вернул Тут У меня Сколько 73 Условно Говоря Да 73 Байт Например Он Вернул Нет У меня У меня Здесь Анзи Кодировка Это Не Там Все Сложнее Еще Хуже Нет Здесь Анзи Кодировка Здесь Байт Байтовая Вот 73 Байта Чувствуете Да И он Поскольку Мы Скали 73 Он Передаст И тут Интересная Ситуация Что Обрезка Произойдет То есть Мы Не можем Никак Оцеледить Вот здесь Вот здесь Вот В этот момент Перед тем Как Return Out Если мы Сейчас Посмотрим Здесь Строка Будет Полная С точкой Но когда Это дело Вернется Вот сюда Выйдет Наружу То там Будет Уже Та Длина Которая Должна Была Быть Заявлена То есть Это Друзья Мои Тоже Надо Учитывать Это Тоже Надо Учитывать Вот Таким Образом Вот Ну И В В Качестве Финала Как Вы Догадываетесь К чему Я сейчас Все Это Дело Приведу Да Вы знаете Что Никто Не Рождается Сознаниями И я Не Родился Таким Умным Да К тому же Учтите Что мы Сейчас Посмотрели Просто Удобную Читалочку А понятно Нам захочется Может быть Пописать Нам захочется Поработать С директориями Между прочим Это все То же самое Да Соответственно Обо всем Этом Можно Прочитать В Там Где наш Добр Родной В поиски Вбиваем Стрим Стрим Вот он Стрим В раппер Да Это Фейковый класс Это не настоящий класс Сейчас мы В русский язык Перевернемся Вот Это Это просто Пример класса Здесь Обратите внимание Видите Здесь вам написано Это нереальный класс То есть его не существует Это вот как мы Описали Да То есть показано Как что должно быть Вот вы видите Да Что здесь Очень много Указано Эти функции Понятно Кликая По этим функциям Мы попадаем В Их конкретное Описание То есть вы видите Что здесь Не только Для вот например Stream read Наш Да Здесь есть и что Stream write Да Для записи Вы видите Да Здесь есть и Тот же самый mkdir Например И opendir И clouddir Работать с директориями И те же самые SIG например Да И tell То есть Все в принципе Все К чему мы привыкли Весь функционал Можно Переопределить Можно Переопределить Да Ну а Кстати Для того Уже Здесь есть Еще интересный Где-то был пример Сейчас Посмотри По-моему Вот здесь Где-то Ага Вот пример Пример класса Завислен в качестве Берки Да Вот Это как раз то Что вы Говорили Понимаете Вы говорили Вот если я Возьму И захочу Переопределить Сам файл Вот файл В иточе Слэш Слэш Чтобы он что-то Делал Вот Обратите внимание Пример Реализации Протокола Под названием VAR Вот они как раз Здесь Показано Вар В иточе Слэш Слэш И Что-то При этом Например Как-то Будет сделано Да Здесь видите Многие уже Переопределены Вещи Вот они там И метадата И сик И так далее Вот они Соответственно F open Видите Да Подают На вход В VAR Ну и там дальше Уже Начинают делать Да То есть Все это тоже Информация Открыта Вот О том Что такое дело Существует Я вам Рассказал В принципе Вот Вот как Это работает Опять же Показал В принципе Где Об этом Дополнительно Прочитать И как Это найти Я вам Тоже Показал Вот Ну здесь Опять же Да Смотрите Если мы Вот например Stream Close Видите Да Stream Close Вот Описание Да Какие параметры Что возвращает И так далее Или Например Вот он Stream Open Вот видите Да Опять же Здесь детально Все расписано Да Вот Поэтому Берем И Применяем Если Есть Такая Неакадемия Вот Все Что я Хотел Вам Рассказать Что Еще раз А где Еще Надо Применять Ну Транслин Допустим Ну Какой Синтетик Ну Гадов Скажу Где угодно Вообще Все Что Например Ну Например Есть Нет Понимаете Есть Какой-то Предположим Есть Протокол Какой-нибудь Например Есть Протокол Диапсотики Например WS В принципе Его не знаем Если вы напишите WS То есть Скажут Не знаем Пожалуйста Опишите Опишите А Абсолютно Абсолютно Вы можете Не забудьте Не забудьте Что У Опена У Файл У Ф Опена У него Уф Опена У нас Есть Что У нас Есть Что Контекст Да Когда Мы можем Детально В контексте Рассказать Что Каким методом Куда Обращаться Заголовки Посылать И так далее И опять же Вы это можете Инкапсулировать Там В Стримопе Понимаете Вы все это там Инкапсулировали Пожалуйста Все Есть Такое Опять Мы на Том же самом Третьем курсе Когда смотрели Есть же Всевозможные Какие-то Сетевые Предположим Обращения По сетевым Протоколам Какими-нибудь Могут быть Курл Ну через Курл Да Нет Нет Не через Курл А через Через Этот самый Софет Софет Да Софет Вот Что-то тут у меня Такой вопрос Если сравнивать С реализацией Такого функционала Через свои функции И через Обертки Потока Есть ли какие-то Преимущества В безопасности Или еще Какие-то А Вы имеете Ввиду Свои функции Да нет Конечно Каких преимуществ Здесь просто Опять же Идет О стандарте Друзья мои Да То есть Это Как бы Стандарт То есть Понятно Что я Любой человек Который В теме Понимаете Да Когда он Понимаете Это хорошо Когда человек Любит писать Да Как я говорю Когда вы Сами себе режиссер Сам себе режиссер Сам придумал Сам помнишь Правда Да Согласитесь Что когда вы берете Чужой код И вы пытаетесь догадаться Что там человек хочет Да Что там функция Лезешь Смотришь ее И так далее Да Другое дело Когда я просто-напросто Встречаю В ходе вот такую вещь Правильно Да И я вижу Что есть регистрация Этого дела Все Мне больше ничего не надо Я прекрасно знаю Согласно документации Да Я прекрасно знаю Что означает Какая функция Зачем она здесь Это есть Стандарт Понимаете Так же как и Любые интерфейсы Это Контракт Как вы уже говорили Да Интерфейс Да Это из той же области Когда говорят Ха А что если я возьму И не буду Реализовать интерфейс Здесь же не какая-то там Супер принудиловка Или что-то еще Это просто договор Для удобства Между программистами Между разработчиками Именно контракт Давайте делать вот так Чтобы это называлось вот так Чтобы это передавалось вот так И так далее Инкапсуляция Вспоминаем Да Вот мы так Оп Закрыли это дело Вот даже класс Да И в принципе Мне уже понятно Даже из интерфейсов Я уже вижу О чем идет речь Я уже Писать не могу Я могу только читать Да Но я вижу Что я могу например File size вызывать Да Что я могу File get contents вызывать Что я могу там еще что-то вызывать Вот и все Сугубо удобство Инкапсуляция И понятийность И универсальность Да Вот все У нас друзья мои У нас все Всем спасибо Приходите на курсы